В 16-м году у меня был инфаркт, я подумал, вот танцы, это, наверное, то, что нужно. Вы знаете, у меня сейчас золотой век пошел. Иногда некоторые растеряются, потому что пришла бабушка. Красота, она в каких-то историях, в которых эти люди проживают. Построить железную дорогу Комсомольск-Советская гавань. Заключенные меня учили на токаре. Я и жил в бараке с заключенными. Одно и то же событие, оказывается, можно воспринимать совершенно по-разному. На самом деле тяжело, и очень тяжело бывает. Гоняют по деревне на велике, там смотрят, что, как, дела. Я думаю, все равно надо не унижаться перед Западом, Америкой. Нельзя унижаться. Центральным вопросом в старости является вопрос, зачем я живу. Решила, что Капмел Паузин стал зарядку делать. Это мужество. Сплошное мужество. Всем привет. На этой неделе умер Михаил Горбачёв. Вы, наверное, сами видели, что во всех сетях это стало очередным поводом для рефлексии на тему Советского Союза, того, как он развалился и того, могло ли сложиться по-другому. Если отвлечься от политической стороны, где, я уверен, совершенно бесполезно кого-либо в чем-либо убеждать, то уникальной биографию Горбачёва делает уже сам его возраст. В России люди, особенно мужчины, редко доживают до 91 года. Вообще считается, как у нас. Вышел на пенсию, ну как-то там еще пожил, ну и все. В официальных документах встречается даже определение возраста дожития. Совершенно серьезно. Притом я помню свое впечатление, одно из первых, от поездки в Европу. Я еще был совсем молодым человеком, но увидел, сколько там бодрых пенсионеров, которые сидят в кафе с венцом, путешествуют в свое удовольствие. Такие старушки, как мне тогда казалось, ходящие в шубе и на каблуках. И не надо спешить вроде бы с очевидным выводом, что все это вопрос денег и размера пенсии. Да, конечно, но не только. Это еще вопрос восприятия себя и мира вокруг. Мира, о котором пожилой человек неизбежно знает намного больше, чем в возрасте, которое принято называть активным. Елена Светикова встретилась с людьми, у которых были кардинально разные жизни. При этом все они оказались свидетелями переломных исторических событий, конечно же, свидетелями крушения СССР. И все они в СССР жили, и хорошо ту страну помнят. Лена поговорила с ними и о том прошлом, и о нынешнем настоящем. И вот еще что. Для нашей в основном молодой аудитории этот выпуск, как мне кажется, шанс попробовать лучше понять своих родителей, своих бабушек с дедушками. Возможно взглянуть на себя немного другим взглядом. Потому что, поверьте мне, друзья, время летит куда быстрее, чем кажется. Плацкартными еду я знакомую дорогой, На боковом, на верхней прелести своей. За двое суток передумал о многом, На допускный доширака прикупив. Татьяна Попова и Дмитрий Чебанов живут в Москве. Дмитрий работал инженером на севере, Татьяна в столице. И хотя они не выглядят на свой возраст, Оба довольно давно на пенсии. А на пенсию вы в каком возрасте вышли? 55 лет. А вам какую пенсию положили? Послушайте, мне пенсию положили 5900, Но поскольку у меня московская прописка, Соответственно, меня добавляют, как москвички. Вот Дмитрий говорит, что сейчас на пенсию не прожить, Ему приходится работать. У него подмосковная пенсия, ему не добавляют. А вам не приходится работать? Ну, мне не приходится, да. А вы, у вас... В нашей семье работает мужчина. У вас не возникло ощущение, что вот, наконец, Свобода, я могу пожить для себя? Нет, ну это шикарно. Вы знаете, у меня сейчас золотой век пошел. Это же парные танцы. А если это парные танцы, значит, это партнерша. Значит, ты уже не один летишь в этом красивом полете, А ты летишь с кем-то, с партнершей. И блаженство, когда вы чувствуете друг друга, Когда вы начинаете вместе понимать и технику движения, И уже над техникой ощущаете микронюансы От слияния с музыкой. Оставляйте плечи на месте. И нижней частью. Вот это нам в любом латиноамериканском танце очень будет важно. В шестнадцатом году у меня был инфаркт. Ну, год я расхаживался, Пытался сначала немножко в себя прийти, Чтобы я мог вообще двигаться. Я сначала ходить даже не мог, Там 10 шагов пройти не мог. Я подумал, вот танцы, Это, наверное, то, что нужно. Это то, что нужно. Потому что танцы – это и движение тела, Это и работа головы. Потому что надо запоминать новые фигуры, Надо выстраивать их в какие-то комбинации, И в последовательности уже схемы. Я с армией как пришел, И с трактористом. Тут нету нормированного времени, Если было колхоз. Нету, что. Вот я пришел, Вот работал там 7 часов, И свободный. Бывает, 6 суток не вылазил. Сколько лету проработали, получается, С трактористом? Значит, после армии 40, Как один день. В итоге у него сейчас нет газа, И небольшая пенсия. Да, газ очень дорого сейчас проводить. В целом. День 200 тысяч рублей, да? Здесь 200 тысяч рублей. Это нереально вообще. Слушай, и в итоге он дровами Отапливается. А дрова – это тоже дорогая история. Правильно я понимаю? Да. Он экономит, он собирает, Где-то ходит, Ищет ветки, где можно найти, Скапливает их, у него там склад. А чем живете, как живете? Значит, больше из мазина хлеб берем. Вот это все время, я хочу добавка на лекарство. А себе лекарство, когда плечи, Сейчас плечо, он сколько прокрутить рычаги. Сейчас выходит все. Все. А я все равно не сдаюсь. И в итоге вы помогли деду Иванову с дровами. Правильно я понимаю? И еще вы ему купили одну очень важную вещь для него. Это велосипед. Он очень радуется. Человек в 60 лет сейчас и 50 лет назад, в 60 лет, Совершенно разные люди. То есть действительно совершенно разные, Поскольку сейчас 60-летний мужчина или женщина, Ну, очень трудно назвать их немощными, Если нет каких-то заболеваний. Это люди, которые еще в каком-то таком подростковом возрастом не назовешь, Но средний возраст, когда хочется что-то менять, Именно отсюда риск развода, то есть пробовать что-то. Меня зовут Валентина. Мой рост местор 73, вечером метр 75. Узвонил. Кеночка, молодой человек. По-моему, он уже тогда закончил свою академию, университет. Я хочу вас пригласить в модельную агенцию. Нет, модельную. Не знаю, как слово. Модель я прозвучала, Сотографироваться я прозвучала, Это я услышала. Вы знаете, спасибо большое. Я сейчас занята. Когда у нас с ней было собеседование первое, Мне кажется, скорее даже не я собеседовал, А она меня собеседовала. Например, того, кто мы такие, Какие ценности мы несем. И, по-моему, после того, как я сказал ей, Что я бы хотел, чтобы люди младшего возраста Не боялись взрослеть и стареть. Но после этого она согласилась. Она сказала, хорошо, я с вами. Иногда некоторые растеряны, Потому что пришла бабушка. Ну что, бабушка пришла. Они привыкли работать с Таней, Катей, Вовой. Привет-привет. Тут Ру. Здравствуйте, Валентина Михайловна. Зрела красота вошла в моду по нескольким причинам. И первая причина – это демографическая. Дело в том, что мы, люди, Мы стали гораздо дольше жить. И у нас появились дополнительные, По сравнению с предыдущими поколениями, Пару десятков лет. И, естественно, люди стоят перед вопросом, Как они проживут этот период жизни. И командам, с которыми мы работали, Моделям, нам удалось сдвинуть Прям тектонический пласт, Представление о том, Что красота, она не только про юных, Но что красота, она вообще про людей Разного возраста. Она не измеряется количеством маршин, Она в чем-то в другом. И в том числе в жизненном опыте, В какой-то стати, В какой-то, может быть, выдержке, И в каких-то историях, В которые эти люди проживают. Красота. А как же я иду в магазин, Конечно, подчупорусь. Концерты были. Валентина знает тоже. Подкрашусь. Татьяна Думина всю жизнь работала в колхозе. А когда его не стала, Пошла санитаркой в местный санаторий. Оттуда и вышла на заслуженный отдых. Она живет одна, да. Но у нее трагично достаточно Жизнь сложилась. Вот, на самом деле, В деревнях очень много таких историй. Одиноких бабушек в целом живет, У которых просто муж умер от пьянки. Что-то с детьми там, может, случилось. И таких достаточно много. Им никто не интересуется. То есть, Ну, это никому не интересно. Это все. Какую пенсию вам начислили? Минималка. 12,7. Раньше получала 7,8 и 9. Понемножку прибавляли. А на что хватает этих 12 тысяч? На продукты. А потом немножко ложу. На всякий случай. А кормитесь огородом, получается? Ну, большинство считают так. Тут они живут в сельской местности. Держат огород. Можут от этого, от этого, от этого содержать. А на самом деле? А на самом деле тяжело. Потому что человек уже к старости идет. У него уже здоровье износилось. И очень тяжело бывает. Я родился в городе Москве. Четвертая Тверская, Ямская, дом 20. В 1930 году, 16 октября. Неважно, очень жили, честно говоря. Неважно, жили. И отец прочитал объявление НКВД СССР. Требуются эскалаторщики. В 1942 году начала стройка номер 500 НКВД СССР. Строительство БАМа в Комсомольске-на-Амуре-Сову-Гавань. Государственный комитет обороны вынес решение построить железную дорогу Комсомольск-Советская гавань с открытием движения к 1 августа 1945 года. Стройка была потрясающая. Но не было школ. И поэтому в 1945 году отец договорился с работниками в погонах. Огромная механическая мастерская была, чтобы заключенные меня учили на токаре. Я и жил в бараке с заключенными. Каждый строительный участок самостоятельно заготовлял сотни тысяч шпал и тысячи кубометров пиломатериалов. Я смотрел хронику 1946 года. В то время уже были какие-то Соловьёва, которые всё искажали полностью. Ну, например, на стройке была мощная американская техника. Больше того, обеспечение вольненаемных и в погонах было только американским, продукты американские. Об этом, конечно, в хронике ни слова. У нас была относительно обеспеченная семья, потому что отец мой тогда получал где-то 300, по-моему, рублей в месяц. Это было… Он как кандидат наук и сотрудник Арктического научно-исследовательского института. В детстве всякая там севрюга, осетрина, икра – это всё было каждодневной пищей. Я как раз предпочитал бутерброды с сыром в детстве, а мне пихались с севрюгой. А мне не нравилось, что там какие-то хрящики попадаются. Детство у меня было, как вам сказать, матери помогало. Телёнка напоить надо, корову встретить надо. Вы учились? Да, в школу я ходила. Такое детство трудовое? Да, трудовое было детство. И все тогда жили? Также жили. К школу, первого сентября, когда шли, меньше заданий ученикам давали. И неделю или две так. И стараясь, чтобы дети помогли. Картошка. Они выкапывают, а ты стоишь, выбираешь. Каждое лето мы работали в колхозе. Зарабатывали, а ты где что-то, чтобы купить себе перед школой? Вот так. И работали не то, что как-нибудь. Увец стригли, ловили увец машинками. Только я держал, а комбанюры тогда специально довольно, как стрижали были. Стрели увец. Вы не раз говорили, что вас воспитывал общий, который вернулся с Великой Отечественной войны инвалиды. Да. У него был поврежден глаз, была повреждена вся левая сторона, без руки. Мы вообще живем в доме, где жили от УТОСа. По-моему, так это называется. ГАРТОС, УТОС, то есть дом без мухов. Представляете? К нам дядя Сережа, я чищу картофель молодой. Ну, и так вот, прям, с греба. И он слепой совершенно. И он мне вдруг его варит. А ты неправильный. А как? Дядя Сережа. Вот надо, вот эта кожица витоненькая, и надо снять так, чтобы звука не спопробовала. Это же еще такое, наверное, из разрада экономии, чтобы было в будущем. Потому что эти люди прошли год. Сегодняшнее старшее поколение – это люди, рожденные после Второй мировой войны и, пожалуй, получившие максимум из того, что вообще могла дать советская система. Они сформировались в относительно спокойные времена, но с двумя серьезными оговорками. На их глазах приходила в упадок, и в итоге рухнула огромная страна. А во-вторых, несмотря на то, что на их долю не пришлось всех лишений и страданий сталинского времени и военного времени, они сохранили в памяти рассказы близких и свои собственные юношеские детские воспоминания о середине 20 века в России. И это тоже очень сильно на них повлияло. Я уже не разделился своими первыми детскими воспоминаниями. Это были воспоминания о 5 марте 1953 года. То есть в дне смерти Сталина. Соседка покоммунальная наша причитала и плакала, кричала на взрыв, как мы дальше будем жить без отца родного. Я помню, как я лег на кровать, отвернулся к стенке и рыдал. Страшно переживал. Страшно. И весь народ переживал. Кто нам и будет руководить? Не было. Человека, который бы рядом со Сталином стоял. Не было. Только Сталин. Больше никто. Моя бабушка уже вечером затеплила лампадку и перед иконой молилась и благодарила Господа за то, что убрал, наконец, этого негодяя. Вот одно из самых первых впечатлений в жизни – окрасили жизнь в два противоположных цвета. Одно и то же событие, оказывается, можно воспринимать совершенно по-разному. И разными людьми оно оценивается диаметрально противоположным образом. И с этим осознанием двойственности нашей жизни я как-то свыкся очень рано и прошел с ним фактически всю оставшуюся жизнь. Иван Николаевич, вы, получается, в 1969 году попадаете в армию и не куда-нибудь, а в ГДР. Именно в ГДР. За границей. Да. Вы представляете, такое состояние, что за границей. Такие же люди, такие все, только разговор другой. Все трудолюбие, все у них, понимаете, до четкости. Сколько ходил, люди нету, чтобы очередь там лезть. А в момент, все, корзиночка, пошел в магазин, выбрал, что надо. Сильно озвалось в голове, в мозгах, что как люди понимают, значит, все для людей. Москва. 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Изменения прошли резко после 20-го съезда, после доклада Хрущева. Доклад Хрущева размножили в брошюрах, просто для служебного пользования. И обком, как всегда, дал команду во всех низовых партийных организациях на заводах, на фабриках, обсудить доклад Хрущева. Срочно. И я домой унес. Прочитал. Волосы стали дыбом. От любви к Сталину не осталось ничего. Как Галич позднее писал, оказался наш отец не отцом, а сукою. Это было уже у всех на устах. Там Хрущев настолько ярко показывал, как над великими революционерами издевались, их мучили перед тем, как убить. Там жуткая была картина в докладе. Я еще в первый класс не поступил. Это было для меня еще за пределами моего представления о действительности. А вот уже Хрущевский 2-22 съезд, когда провозгласили нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме и тому подобное, знаете, да? И все так надеялись, что все хорошо. А как вы себе представляли этот коммунизм? Ну, как представляли? Что свободно, вы понимаете, как объяснить, что все одинаково, что было. Сел в автобус или где-то ехать свободно, понимаете? Не то, что он уже сказал, что все будет бесплатно. Держаешь – и все. Я прикинул, что через 20 лет, в 80-м году, я могу, скажем, есть столько порций мороженого, сколько у меня желудок примет, потому что все будет от каждого по способностям, каждому по потребностям. Был такой еще лозунг провозгласен. Ну, это, конечно, такое детское, ни на чем не основанное мечтание. Времена Брежневского застолья, но на самом деле… «Застоя». «Застоя». «Застоя» – оговорился по Фрейду. А потому что в самом деле очень были, знаете, популярны и часто, и частые встречи, ну, может быть, на кухнях, а не в ресторанах, но общение было более тесное, более плотное, люди жили более дружно, да, не было большого разделения богатой и бедной. Было как-то все по-дружески. «Застоя» – это, скорее, политический такой момент, потому что экономисты говорили, что развитие Советского Союза перестало быть таким динамичным, как это было после войны в начале. На севере, когда мы были молодыми, да, и чусь прекрасную несли, нам было как-то по барабану, если честно говоря. Мы просто знали совершенно четко, да, что надо ходить на работу. Причем работали все. Была статья уголовно наказуемая, как сейчас вспомню, по-моему, 62-я. То есть если ты не работаешь полгода, ты просто считаешь эту не ясс, мы эту уголовно наказуемую статью будем. В 70-е годы это все стало. Это было исчезать, и появился один вид колбасы – Останкинская. Но это, я не знаю, вы, наверное, тоже имеете представление о том. Потом в Питере, в Москве стали центром притяжения людей со всех округ. Снабжение было лучше всего в Москве. И если Дмитрий очень с благодарностью вспоминает советское время, то я его совершенно не вспоминаю с большой благодарностью. Мне оно не нравилось, потому что везде было для очереди за продуктами, соответственно, на периферии продуктов не было, и все, многие ездили в Москву. Даже такой анекдот был. Длинное зеленое пахнет колбасой. То есть тульская электричка. Я вот работала в министерстве, мы выезжали за счет заказов раз в неделю. И, скажем так, в обед побежишь, купишь какой-то сыр, масло или что-то такое, потому что вечером уже ничего нет. Ну вы поговорите, а то я пойду в магазин схожу. А то вдруг она обед закроется. У нас перерыв очень неудачен. Сейчас у до двух также в продуктовых магазинах. У меня, помню, был такой металлический крючок. И я ехала на автобусе, вот буквально так сейчас все на машине, и женщины многие, не только я ей подсмотрела, вот там вот эти поручни вешали эти крючки, а на них вешали сумки, потому что держать вот эти сумки в руках и держаться еще самой, как бы, зубами за воздух, это было невозможно. На самом деле мы жили уверенно, легко и счастливо. То есть была всегда вера в завтрашний день. Было чем заниматься. Может быть, у нас не было у всех машин, у нас не было больших квартир. Мы не ездили за рубеж во Францию, в Италию, чтобы потом открылось. Но были счастливы по-другому. А магазины «Березка» помните? Помню магазины «Березка» великолепно. Это было у нас, знаете, так же, как сейчас у нас разделение на бедных и богатых людей. У нас тоже была элита, которая была в обойме, а именно люди, которые работали за границей, они получали зарплату там и зарплату здесь. Ну, один раз мы зашли туда. Там, во-первых, была шикарная косметика. Вот такая палитра теней и туши. Мы тушью пользовались, знаете, как у ленинградской за 55 копеек. Тьфу! Трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. А там уже было то, что пользуемся мы сейчас. Тени у нас были, ну, знаете, детские мелки, которыми чертили на асфальте. Они же были там красного цвета. Правда, что ли? Были бирюзового, синие. Мы вот так вот потерли, вот так вот помазали, и все было окей. Да, вот представляете, вот так мы жили. В примере вот это. Карден? У нас в Союзе 2-3 единицы таких. И то у жен дипломатов неприсоединившихся стран. Невозможно было купить ни обувь, все это было у спекулянтов с переплатой, ни более-менее приличную одежду. Соответственно, я научилась и шить, и вязать. Я говорю, мне еще осталось плести лапти, чтобы я была обута. А вы пытались искать обувь? Пытались. Что искали вы? Ну, летнюю обувь. Есть что? Ну, например, босоножки. Так. А мне нужны осенние тупли. Я, например, не могу купить уже полтора года. Безуспешно? Абсолютно. Спасибо. Безнадежно. Ну, и потом, наконец, доехали до карточной системы. Я уже, когда стали выпускать, возил в подарок в Англию своим друзьям раритеты нашей жизни. Талончики с надписью «Сахар», «Соль», «Мука». С указанием, сколько можно по этому талончику отовариться. Но это уже полный, так сказать, полная агония советской экономики. Единого государства, занимающего одну шестую часть суши, больше не будет. А вы помните то время, когда Советский Союз рухнул? Значит, такое ощущение, вы понимаете, как это так? Такое сплочение было. Меня расстроило. Ужасно. Почему? Но жизнь сильно изменилась после этого? Не то слово. Просто в хуже сторону. Ну, как вам сказать. Конечно, лучше до пенсии было проработать на месте в колхозе. При Советском Союзе? Да, при Советском Союзе. Как-то привыкли к этой обстановке. Ну, как-то всех по-разному прошло. Но поскольку я человек того поколения, мне, конечно, с одной стороны жалко то, что мы упустили вот то доброе, которое было в той стране. Но мы верили искренне, что рождающееся новое, оно будет лучшее, потому что нам объясняли, что это будет лучшее. Нам все-таки больше повезло, чем поколениям предшествующим, которые окунулись в советский режим и из него никуда не могли вырваться. Я говорил об этом в дни, когда совершилось падение режима в 91-м году в августе. Я говорил, что вот мы уже должны быть благодарны судьбе, что мы дожили до этих дней. И что дальше не произойдет, но этих дней у нас никто уже не отнимет. Жалования-то оставались те же. Я помню тогда в 90-м году самая большая моя работа вышла. Это трехтомник мемуаров Андрея Белого. Он шел тиражом 100 тысяч экземпляров. В общем, я получил какие-то очень большие по тем временам деньги. И я не сумел воспользоваться, потому что они превратились в труху через несколько месяцев. Закрывали НИИ. Шоссе энтузиастов, там ящики все посыпались. И люди буквально это у нас назывались пошли под забор. Я стала вязать на вязальной машинке и продавала эти кофты, их брали и кормила этим полгода всю семью свою. Я помню, перед Новым годом зашел в самый крупный в нашей округе на Петроградской стороне рыбный магазин. Это было зрелище сюрреалистическое. Там стояло несколько продавщиц вокруг пустых прилавков. Я обошел все, не было ни одного вида каких-либо рыбных товаров. Ни одной консервной банки. Потом открылись за границей, челноки стали привозить вот эти с орлами бойс и из кроликов вот эти махеровые с виноградом эти китайские кофточки. Уже стало вязать нерентабельно. Но я в оливую случаю попадаю в коммерческий магазин, так называемый комок. Я стала простым продавцом с материальной ответственностью. Я больше 100 рублей раньше в руках не держала, а потом мне приходилось считать эти деньги. Первая у меня была работа на день подруги по-своему бабе. Яйца можно продавать и обматывали десятки яиц. Мы поехали куда-то очень далеко, где шли в какой-то дом странный и там сидели, как я сейчас понимаю, в первой переде. очень красивый парень, очень он сидел развалясь в кресле, а мы как бы по одной, все кто пришел работать, прежде чем получить коробки с яйцами, нас куда-то потом повезли, я этого еще не знала, нас каждый с нами знакомился. Кстати, не было момента, что это может быть опасно. Насколько велико была необходимость вот эти яйца принести в дом 10 штук. Ну вот, думаю, сейчас я себя покажу. Я продаю машину, покупаю ремонтно-соединительное предприятие, я пять лет работал директором своего собственного предприятия, мы изготавливали там доски, еще, кстати, это ближайшая под Москвой и Владимирской области. До того момента, пока я не взял государственный кредит в какой-то банке, взял кредит. Это 90-е? Да. Мне нужен был кредит на покупку леса, я оплачиваю лес, лес идет, потом два вагона не приходят, и все, пошло в кредит, и пришло все это. Короче говоря, я не справился с этим перестроечным процессом. А вы бы хотели, чтобы сейчас Советский Союз вернулся? Хотелось бы. Очень бы хотелось. Вы понимаете, все частное, все частное. В магазин придешь, ага, хлеб был, сколько, стоят, а вот сколько. На второй день приходишь, уже больше. На третий еще больше. А ну, кто это придумает? Важнейшим событием в моей жизни было 21 августа 68-го года, это оккупация Чехословакии. Это было у меня сознание, вот тогда уже совершенно отчетливое, что это начало конца, что если кроме танков нет никакой возможности этому режиму существовать, значит, он обречен. И дед мой, и отец – это фронтовики. Я этим горжусь. Поэтому, конечно, для меня, так скажем, красное знамя, оно ближе мне по духу, и социализм, чем флаг, который сейчас, так скажем, понимаете? Чем мы успешнее будем выполнять задачи спецоперации на земле, тем чаще мы будем слышать мольбы о переговорах. Что думаете? Чтобы эти америкашки не лезли к нам. Ну, где они хорошо сделали? Кому они хорошо помогли? Ничего они хорошего не делают. Наоборот, разоряют, убивают, нищета, голод, страдания людям. Переживаете, да? Я думаю, все равно надо не унижаться перед Западом и Америкой. Нельзя унижаться. Надо свое. Они наложили нам называются вот эти санкции. И их надо на вам. Я не смотрю две программы сейчас по телевизору. Жена смотрит старые фильмы. Я смотрю планшетик. Мне этого хватает? Надежда Сергеевна, а вы уже телевизор смотрите? Нет. Вот совсем. Знаете, наверное, грядничаю. Соседка у меня вот здесь живет. Она, когда приходит, она слушала все это и ругалась. Все это за чистую монет принимала. Меня это так драконит. И я не включаю. А скажите, пожалуйста, Елена Александровна, а вы знаете, что у нас выборы будут в сентябре? Слышал. Слышали. Саша, не держи, ребят. Я постараюсь дойти до урона. Я всегда голосую. Ну, если вы не сможете чего-то, мало ли там. Да нет, спасибо. Спасибо. Пообещала, хватит. Я 20 лет не голосую. Голосовать мы ходим всегда. Нет, это вам. Жена не ходит. Сейчас нет Мариуполя. Сейчас в Бамбе от Каховка, у меня 6, там друзей, родных моих, любимых. Каждое утро начинаю с Новой Каховки. Мне очень интересно дожить, когда Россия встанет от колен, со своих колен. Когда Россия начнет быть Россией настоящей. Мне хочется дожить до этого времени. Центральным вопросом в старости является вопрос зачем я живу. Это центральный вопрос. И, к сожалению, даже в благополучных семьях дети уехали, то есть, ну, как бы ложились. То есть, если у них более-менее всё нормально, они могут за собой следить, вроде как и не надо. Вот, ничего. А не дай бог, супруга или супруг умерли, или там развод, не остаётся тех людей, которые бы тебе сказали, слушай, я очень хочу с тобой поговорить, или ты мне нужен для того, чтобы что-то... Этого нет, человек социальный. Присаживайтесь. Так, а у меня где-то здесь моя дюк-три очки. А сколько лет вы за рулём? Ой, так, вот как Валера не стала. Боже мой, вы только недавно за рульсили? Да. Четыре года назад Надежда Лузанова потеряла мужа, и к 70 годам ей пришлось приспосабливаться к совсем новой для неё жизни. У меня до головы, до сознания, до меня не доходило, что его нет. Вот такое впечатление, раз там, что-то, пойдём, поедем. Так вот, раз, поедем, не, стой, поедем. Вот, нет, не поедем, не пойдём. Вот как-то так. Ну, а потом уже года через два дошло. Года через два дошло, что здоровье, во-первых, стало совсем не очень хорошо. Апатия. Мы всё время кому-нибудь ничего не должны. И должны с собой не обременять своих близких. но дело в том, что все же работают. Потом решила, что как Милхаусин себя стал вытаскивать, стал зарядку делать. Расскажите поподробнее, появилось предложение поехать на Байкал? Да, но надо готовиться. Там переход, говорили 18 километров, то есть по большой Байкальской, один берег скалистый, а другой лесной. Причём там холмы, холмы, холмы. Как вы готовились? Каждый день ходила. Беру телефон, включаю, что я пошла на тренировку, там участки, дороги, с какой скоростью я шла. Потом что по ровной дороге, что идёшь по сугробам. Надо было замерять пульс. В общем, И сколько вы так тренировались? Вот в январе, февраль, вот март. Два с половиной месяца. Два с половиной месяца. Ну, это каждый день. Разбегла. Немножко не хватило. А в этом году аномально тёплая зима там была. И уже вот когда мы были, там трескался лёд. Такой вот канонада. Бэм, 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 бэм. Все глаза по восемь копеек, и все, значит, кто куда, кто, значит, возгласы начались. К берегу побежали. Я говорю, нет, пойдём ко всем побежим. Если побежим, то ко всем вместе. Нас спасать будут всех вместе. А вы когда-нибудь были за границей? Нет, ни разу. А хотели бы? Ну, да. Если бы денежки были бы. побольше, конечно, поехать, посмотреть бы. У меня этот дедушка недалеко от Белоруссии погиб. Вы туда бы съездили, Беларусь? Да. А пенсии вообще хватает, не хватает? Сколько у вас пенсии? Я вслух произносить не буду. прибавили последний месяц. Мне кажется, маловато 18 тысяч. Ну, вот, как бы, я не на 18 живу. То есть, это поддержка детей? Да, да. И не поедешь ни от того, что я вот такая вот прям путешественница, я прям вот звезда, раз и полетела. Не на метле. Всё равно нужен билет на самолёт, на поезд. Ну, в мечтах только ведь можно летать. А так только дети. Наверное, многие бы с удовольствием бы, наверное, поехали. Ну, а с другой стороны, наверное, может быть, просто вот возможность есть, вот гипотетически бы поехали, а так попу поднять и встать, чемодан. Всё равно это в нашем возрасте уже мы тяжёлые, как бы, на подъём. Где ты сообразишь, где ты не сообразишь. Это один чемодан только сейчас. Раньше ты всё, а теперь перекладываешь так сюда, забыл, куда чего положил. Опять, да что ты будешь делать? В широком смысле слова у бедности всегда есть то, что нам навязывает государство, как монетарная бедность. То есть бедность, когда нет денег. Но бедность, концепт более широкий, это бедность, это убогость потребностей. Ну то есть когда ты очень сильно сужаешь и свои амбиции, и представления жизни, и практики. Потому что путешествия это не привилегия детства, и это не образовательная программа развлекательная. Это базовая потребность человека, без которой твоя жизнь не будет счастливой. будет. Я себе сказала так, неважно сколько ты получаешь денег, потому что их никогда не бывает много и всегда не хватает, а главное быть в потоке. В потоке это как? Это значит, вот захотел съесть яблоко, пошел его, купил и съел. Захотел куда-то поехать, сел на электричку, вот у нас бесплатный проезд, например. И я делаю так, я беру на букинге, сейчас не букинг, сейчас какой-то другой сайт в хостеле, это недорого абсолютно, я жила в четырехместном, одна вот в Перми, шикарно. Еду в пласткартном вагоне, там с аудиогидом, и там беру местные также поездки, вот как в Смоленске у меня там Талашкина была, Фленова, и по городу обзорная, а там потом уже сама-сама-сама. А в Калининграде каждый день я ездила, это мне продешевле обошлось. Одну, вторую, третью, там Зеленоградск там у них, еще какой-то там, ну в общем, Балтийск и по городу, и все эти форты их, ну в общем, Калининград и область, это было шикарно, уже я практически всю Европу объездила, вот, мне это было интересно, там дважды я была в Париже и во Франции, но вот сейчас, к сожалению, все это закрылось, это да, да, как воспринимать, я стоически, что ли могу сказать, ну как иначе. А как вы думаете, а вы влюбиться можете? Да не знаю, навряд ли. Почему? А потому что сейчас, вы знаете как, еду, прежде чем поесть, надо ее глазками, чтобы глазками посмотреть, глазками понравиться, тогда будешь кушать, а влюбиться, это еще надо, чтобы лысину захотеть, погладить. жилье, движение, перемещение любого, любого типа и интимность, то, что у нас мягко называется, называется отношение, то есть, это то, что присуще всем возрастам и старости в особенности, мы лишаем стариков этого, ну ты уж свое пожил, что тебе, куда тебе ехать, то есть, чего тебе секс нужен, не смеши, и самое печальное в этом, что вот этот отказ от трех базовых потребностей человеческой жизни, там, счастливой или просто нормальной, он очень часто реализуется через отказ самого человека, который перешагнул определенный возраст, называется внутренним эйджизмом. Подожди, поставь сюда, потому что это закроет мое лицо. Вот так это будет. Вот так. А женщина, она всегда женщина, ты чувствуешь, да? Чего? Чего? Что-то не так? Не все так. Ну хорошо. А вы же, получается, недавно вместе, сколько лет назад вы познакомились? Мы познакомились не сколько лет назад, а я пришла в ансамбль после пандемии, это весной. В тот момент у Дмитрия был совершенно одинокий, совершенно, как бы сказать, у него скончалась жена, он был в жуткой депрессии, а я чуть раньше у меня скончался муж, и я просто поняла его состояние, и мы с ним как бы задружили. Меня вот Татьяна просто вытащила из этого болота, так скажем, депрессивного. Значит, у меня не только супруга скончалась, у меня потом следом родной брат и еще два близких друга. Прямо буквально у меня за полгода, я побывал на четырех похоронах, это ужасно, конечно. На тот момент я протянула ему просто руку помощи, я так считаю, Дима, я ничего обидного не говорю. Я сейчас совершенно другой, понимаете, я даже никогда не думал, что в таком возрасте можно любить и еще писать песни о любви. Говорят, летают летают лишь во сне, говорят, не летают без крыльев, а я не верю, я лечу к тебе между небылью и пылью. для вас нормальный выход на пенсию стал реальный выход на пенсию? Никакой перемены в моей жизни не произошло абсолютно, кроме того, что теперь билет на электричку бесплатный благодаря этому. абсолютно никакой разницы. Да, собственно, и выхода никакого не было. То есть я продолжал так же и продолжаю работу в том же ключе и в том же направлении, в каком и раньше все это шло. Я на пенсию ушел в 60 лет, но я работал до 75 я могу показать фотографию, где меня провожают на проводы. Мне 75 лет, я стою красивый, здоровый, меня провожают на пенсию. Для меня работа была и работой, и отдыхом, и удовольствием, и всем на свете. Для меня всегда была главная работа. Отдыхать я практически не умел. А как же вы перестроились? в 75 лет, когда все-таки ушли с работы? Ну, создал дачу, находился на даче, копал, посрал. только так. Что нас поддерживает, это очень глубокий вопрос, потому что, наверное, просто любовь к жизни, и очень много. У меня очень интересные книги, которые меня радуют, меня интересуют очень много. Что такое старость вообще? Она существует? это проблема, это мужество, сплошное мужество. И чтобы был разум. Мудрость приходит с годами, но иногда проходит мимо. Вот, может быть, иногда она мимо некоторых их проходит. Но те, кто ждет этой мудрости, те, кто открыт к этому, к новому, просто к тому, чтобы жизнь была каждый раз насыщена и интересна, то к тому приходит мудрость с годами. И она, приходя, она открывает у тебя новое сознание радости, гордости от каждой встречи, желания встречаться дальше, желания общаться с большим количеством людей. Я черпаю энергию от общения. Мне обязательно надо идти в народ. Я дома не могу. Поэтому, знаете как, я всегда говорю так, я умру не в постели, я умру в седле, на коне, где-нибудь. Мы через 50 лет встречались в казинке. Значит, встреча была одноклассников, уже половины нет. Жалко страшно. А тогда как встретишь кого-нибудь, доволен такой, думаю, где же там молодость, пролетело все. Просто уже не прожить друг без друга. Ну, просто слово такое неудобоваримое, оно же растянуто, счастье, да? Что такое счастье? А это сложный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok